Перед видосом хочу порекомендовать канал Квениру. Автор снимает видео по игре пикап, на канале можно найти видео где показано как менялся пикап, а также взлом этой игры. В общем вся инфа познавательна и полезна, советую канал для просмотра, ссылка уже расположилась в описании, кого заинтересовал подписывайтесь, ну а я показываю видос. Ну что, рад всех приветствовать, как и обещал сегодня мы сгоняем в оба магазина, точнее это магазин запчастей и продуктовый, заскочим на заправку, ну и выполним заказ на доставку груза, посмотрим что да как, ну и пару лайфхаков от меня будет, погнали. Погнали громко сказано, персонаж захотел спать, поэтому сначала поспим за одним и посмотрим как это будет происходить. Ну а проснулся он в 10 часов ночи, идеально, самое время для путешествий. Хотел я еще поспать, чтобы пропустить время хотя бы до 8 часов утра, но игра не дала, она решила за меня, сказала что я не хочу спать. Ну ладно, погнали тогда на кухню, посмотрим что у нас есть интересного в холодильнике, но тут кроме воды ничего нет, так как наш персонаж очень хотел пить и есть, я выбрал воду, еды к сожалению не было. Хотел я и выпить и вторую бутылку, но решил ее оставить на черный день, вдруг что-то пойдет не так. Ну что ж, нам нужен хавчик, поэтому погнали сгоняем в магазин сейчас. За одним как и обещал, посмотрим что там да как есть, что можно купить, как это все покупать, сейчас все покажу ребят вам. Ну так, собираю еще с собой в путь, что-нибудь такое интересное, включу здесь свет, похожу на этом пикапе, поеду. Собрали мы его в предыдущей серии, кстати вот серия, кто не посмотрел, возьму с собой канистру, уже показывал. Вот, так же я взял с собой инструменты на всякий случай, если что-то пойдет не так. Вот их так вот аккуратненько положим, закрываем дверь, домкрат нам не нужен, все равно запасного колеса нет. От него роли много не будет, от этого домкрата, поэтому садимся в машину и погнали. Те моменты, где я буду 5 миллионов часов заводить машину, я их буду так вот ускорять, ну и моменты пока мы едем, тоже буду ускорять, не вижу смысла в том, чтобы полностью их показывать, так как это немного скучно. Интересно только мне, так как в игре очень неплохо так проработана физика и действительно очень приятно ехать за рулем, вот так вот еще и с рулем, вообще просто шикарно, мне такое нравится. Кстати, включил я свет в салоне, свет наружный решил не включать, ну и вот первый поворот и я думаю куда ехать, покрасочную или же вниз. Решил я ехать все-таки в магазин, вниз, ну и заскочим на заправку. До покрасочной и магазина запчастей мы съездим чуть позже, ну и я по дефолту заглох на самом ровном месте, поэтому еще спустя 5 миллионов лет я все-таки завел машину и мы поехали дальше. Что ж, пока все идет по плану, никаких казусов не произошло, это пока, это пока. Вот, поэтому дальше возможно что-то будет интересно, ну а пока просто едем без каких-либо приключений, просто едем и все. Едем, едем, никого не трогаем, просто спокойно и все. Думаю пока никаких приключений на нашу Гоу не появится. Ну тут такая дорога бездорожная и это действительно очень так круто все сделано, потом мы выехали на шоссе, здесь дорога идет асфальтированная, более-менее ровная, по ней тоже так интересно ехать. Ну что ж, сворачиваем в сторону магазина, сейчас гоняем магазин, посмотрим что там есть интересного, посмотрим на цены, ну и покушаем, соответственно, а то наш персонаж скоро откинется от голода. Все, мы подъехали, такой вот здесь магазин, построенный на скорую руку, заворачиваем все, ставимся на ручник, все как полагается, а то не дай бог она еще укатится куда-нибудь, мне еще за ней бегать придется. Вот, все, ставимся на ручники, погнали. Сейчас посмотрим что у нас есть интересного в магазине, просто шикарный пикапчик, открываем дверку, здесь все так прилично сделано, свет горит, оформление крутое, жалко только продавца нет, а то мы по сути сейчас вообще можем весь магазин обворовать. Ну и есть у нас вода, сода, пиксель, стоит 20 долларов, обычно вода 10 долларов, конечно же я куплю воду, так как она дешевле аж на 10 долларов, есть хот-дог и консерва, хот-дог дешевле, поэтому соответственно беру хот-дог. Все, два хот-дога и две воды, один хот-дог мы сейчас съедим здесь, а то я еще раз говорю, ух ты какая анимация, он его просто не жуя в рот засунул и все. Так ладно, засовываем следующий хот-дог, ну и все, голод у нас практически полностью утолился, попьем еще воды, а то она у нас на половину уже поднялась, все, не знаю куда мы деваем бутылки, возможно их сдаем обратно, но я не знаю. Выпью все что есть, чтобы потом это дело нам не мешало в магазине, в машине, так решил пройтись еще вокруг, посмотреть может есть какие-нибудь детали, но тут ничего кроме мусора и забора не было. Ну прикольно, такой магазин с надписью продукты, сделано, все оформлено так, цивильненько, прикольно, все, снова я все это дело включаю и мы погнали дальше. Ну а дальше наш путь будет идти через заправку, сейчас попробуем заправить пикап, посмотрим. Ну потом я понял, что как такого моста дальше нет, я думал уже ехать обратно, но решил все равно проверить, так ли это на самом деле. Подъехав, я увидел, что действительно моста-то особо-то и нет. А потом я вспомнил, что я русский и так просто я не сдамся, поэтому решил я это дело объехать после того, как 5 миллионов лет заводил пикап. Я решил объехать это все сбоку благополучно просто, я думал произойдет какой-нибудь казус где-то, мы прокину, застряну или так далее. Но я решил объехать все-таки, это на свой страх и риск и знаете, весьма удачно. Пикап прошел везде, идеально и просто шикарно, мне не хотелось приезжать 3 раза карту вокруг, чтобы приехать на эту заправку с пустым баком. Я просто сочетерил и все. Ребята, вот вам вейфхак на заметку, как добраться без моста через мост. Ну и вот эта заправка, ее мы уже видели на скриншотах, тоже еще раз говорю, сделано все так красиво, цивильно. Берем пистолет, вставляем его сюда, здесь так крышка открывается, все очень круто. Ну и так, что у нас по заправке, то есть стоимость за литр 4 доллара, так как у меня всего лишь 90 долларов, решил я на все эти бабки заправиться. Так как бензин нужен, мы сейчас все равно поедем на работу, денег заработаем. Можно заправиться на 100 долларов, но еще раз говорю, у меня всего лишь 90 долларов, поэтому мне хватило только на 22 литра. Купил я все это дело за 88 долларов, осталось у меня всего лишь 2 доллара. Ладно, потом я вспомнил, что я русский и решил проверить, что будет с пистолетом, с шлангом, когда я, не вынимая его из горловины бензобака, тронусь с места. Мне было действительно очень интересно это узнать, ну и вам, думаю, тоже было так познавательно это увидеть. Ну что, ничего не произошло, просто шланг вернулся на свое место и все. Но об этом деле я пожалел чуть позже. Я понял, что этот бензобак больше не закроется, только с переходом игры. Я нажимаю на кнопку действия, кнопку закрыть, но ничего не происходит. То есть, ребят, вот вам заметка, как я сейчас сделал, так не делайте, иначе у вас багнется просто крышка бензобака. Если что, это восстановилось после перехода в игру, поэтому все хорошо и шикарно. Ну что, теперь погнали, съездим мы до магазина запчастей. Я хотел ехать сейчас именно на склад, но так как там магазин запчастей по пути, почему бы не заехать. Ладно, заедем, пацаны. Здесь ничего не сложного, поэтому все, погнали. Тут я решил не рисковать, а проехать по такой вот грунтовой дороге, за ним и посмотреть, как колбасит машину. Это очень прикольно, должен сказать. Да и к тому же в режиме ускорения это выглядит более веселее для вас. Вот. Ну что, в следующей серии, я думаю, мы сгоняем именно в магазин запчастей, чтобы купить какой-нибудь тюнинг, что-нибудь укушить. Ну и сгоняем покрасочную, там покрасим что-нибудь, посмотрим. Возьму с собой домкрат, колеса, перекрасим диски. Ну точнее диски, не колеса, а то ё-моё. Шины в розовом свете, это как-то не очень... Это не значит, что я диски буду красить в розовый. Ну что, мы приехали в магазин запчастей, вот он такой. Он чуть побольше продуктового магазина. Всё, тут вот где-нибудь паркуемся, снова выключаем всё это дело, выходим. Так, всё супер. Решил проверить крышку бензобака, она всё ещё не закрывается. Вот, конечно, какаха такая. Ну всё, открываем дверь. Здесь тоже всё так оформлено. Сиденья, стоит колёса. Касса снова без продавца. Бампер лежит, приборка, рули висят. Ну что, смотрим, разделено всё очень удобно. Здесь себе можно детали купить. Есть даже какая-то деталь за 0 долларов, которую я не смог купить. Видимо, она откроется потом. Ну и вот, конечно, здесь цены. Вот, впуск 1400 долларов. Ё-моё, это же сколько надо в игру играть. Сиденья тоже есть разные. 1600 он сиденья стоит. Что у нас ещё есть? Капоты. Ну, стоят с воздухозаборниками такими. Всё круто сделано. Приборные панели, бампера. Всё это как полагается. В общем, вы уже видели рули, колёса. Ну и прочее. Там это домократ, антифриз, канистры, инструменты. Ну и тормозная жидкость сядет. Всё, выходим от седа. И садимся снова в пикап. Ну а теперь мы едем на склад. Брать заказ. Посмотрим, сколько за это дело хватит. Всё, погнали. Ну, конечно, как же без этого. Надо обязательно в чего-нибудь, да, врезаться. Ну и ладно, опять я заглох, конечно. Конечно, спустя 3 часа я всё-таки завёлся. И поехал снова. Потом снова заглох. И снова поехал. Всё. Едем. Сейчас мы выезжаем снова на дорогу. И погнали до склада. До него ехать не так уже далеко. Всё, топим. В общем, здесь как-то уже дорога нормально. Думаю, в следующих версиях трафик вернут в игру. А то так немного как-то мёртво ехать. То здесь какой-то зомби апокалипсис просто произошёл. Ни одной единой живой души. Ну и как говорил разработчик, здесь открываются ворота автоматически. Всё это сделано очень круто. Запаркуюсь я где-нибудь тут, чтобы было удобнее загружать всё это дело. Снова ставимся на ручник. Выходим всё по дефолту. Ну и так, идём брать заказ. Так как у меня низкий рейтинг, поэтому возьмём самый ближний заказ в магазин. Да и при всём желании я не смогу ничего другого взять. Как видите, игра не даёт. Поэтому берём заказ в магазин. Это вода. Количество груза 2 штуки. Всё, берём. У нас как было, так и остаётся 2 доллара. Подходим. Всё это дело открывается. Берём бутылку. Ну и ставим её в машину. Всё это очень круто сделано. Так, бросаем. Тут же пусть канистра тут же лежит. Они друг другу не помешают. Всё, ставим это дело. Ещё для реализма открою задний бортик. Чтобы красивее всё выглядело и эстетичнее. Да? Так. И всё бросаем. Она вот так вот поставилась. Закрываем борт. Всё готово. Надеюсь, по пути это ничего не вылетит. Иначе будет не очень хорошо. С третьего раза я завёл машину. Ну и конечно же я снова заглох. Так как я не умею с эрки на первую переключаться нормально. Снова заглох. Снова завёл машину. И мы поехали уже наконец-то. Там работодатель наверное уже застрелился. Пока за всем этим наблюдал. Едем мы в магазин туда же откуда и начали. Да. Ну начали мы из дома. Но первое место куда мы заехали это магазин. Там мы уже были. Поэтому всё уже знаем. И так. Всё. Педальку в пол и погнали. Просто моментально сейчас доедем до магазина. Максимально быстро здесь дорога практически прямая идёт. Ну и всё. Вот этот поворот к магазину. Я чуть не пропустил этот поворот. Опомнился. И решил развернуться. Конечно же ещё бы я не развернулся. И уехал в другое место. Всё. Заезжаем на тот поворот куда надо было. А не туда куда я уехал. Опять в сторону того моста. Ну и всё. Мы подъехали к этому магазину. За этот час он не изменился. Какой был такой стал в пятёрочку. Он не превратился. Ну и ладно. Всё. Останавливаемся. Снова всё глушим. Как полагается открываем задний борт. Ну и идём в магазин. Здесь всё так подсвечивается маркером. То есть подходим. Положить. Ой не то сделал. Хотел бросить. А надо положить. Но я всё равно это бросил. Вот теперь я положу. Всё. Ну и берём вторую бочку. И ставим её. Посмотрим сколько нам за это бабок заплатят. Всё ставим. Ну а заплатили нам 42 доллара. То есть это 40 долларов. Сейчас где-то нам заплатили. Ну а это видео я снимал ещё на тот момент до обновления. Сейчас это всё дело стоит подороже. То есть там деньги подняли. Теперь мы можем это всё за более большую сумму перевести. Ну и выгоду. Ну и ещё пикап перекрасился в белую. Убралась ржавчина. Разработчик об этом позаботился. Кстати. Баг мы так и всё не смогли закрыть. Вот поэтому всё ребята. Очень сделано круто. Те кто не знают название игры пикап. Ссылочка на игру в описании. Ссылочка на группу разработчика в описании. Ну и ссылочка на канал. Из начала видео тоже в описании. Ну и ребят там в описании ещё есть две мои группы. Там одна официальная группа канала. Ну и группа по моделизму. Ну и я там тоже в контакте есть. Поэтому добавляйте в друзья. Всех добавлю. Что ж. Всем большое спасибо за просмотры. Встретимся в следующем видео. Встретимся в следующем видео.